В Чебоксарах обсуждают актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского возраста. Более 150 специалистов из 25 российских регионов, а также Белоруссии и Швейцарии съехались на научно-практическую конференцию. Ее участники определяют перспективы травматологической помощи. Подробности у Дмитрия Ковалева. Эти приборы ноу-хау в сфере медицины. Травматологов и ортопедов сейчас обеспечивают высокоточной техникой, с помощью которой возможно выполнять самые сложнейшие операции. Правда, стране катастрофически не хватает специалистов, отстает и наука. Сейчас лечить пациентов приходится по иностранным стандартам. Хотя в советские годы детская травматология гремела на весь мир. Это был верх научно-технической мысли всей травматологии ортопедии детской. Собирались все первые лица, заведующие кафедры, директора институтов. Это был праздник ежегодный, на который мы стремились попасть, который мы хотели поделиться всеми новыми разработками, которые у нас на местах, в других союзных республиках. Начинающий боксар, благодаря усилиям вашего директора Николая Станиславовича, мы собрались таким узким кругом и решили возродить авторитет и действительно научную такую новизну и высоту детской ортопедии. Между тем уровень детского травматизма в стране не снижается. Только в прошлом году из-за несчастных случаев было ранено порядка 30 тысяч ребят. Но оказать оперативную медпомощь всем не удается. Специалисты говорят, что оргвопросы в сфере травматологии необходимо решать здесь и сейчас. Это проблемы организации быстрой доставки пациентов в критических состояниях в стационар. То есть, что говорят о золотом часе, без этого нам никуда не деться. Быстрая доставка в стационар, быстрое оказание медицинской помощи и не просто качественное, а именно, чтобы пациент попал в то учреждение, где ему будет сразу оказана та необходимая помощь, которая ему нужна. Чувашская республика, отмечают специалисты, находится в числе лидеров по оказанию медицинской помощи детям. В регионе увеличивается количество ребят, которые имеют первую группу здоровья. Это результаты профилактической работы. Ежемесячно, я могу к сведению гостей сказать, мы проводим День здоровья и спорта. И этот день все учреждения спорта, даже спортивные залы наших частных организаций предоставляем безвозмездное пользование всеми. С малого возраста загружаем их определенной физической нагрузкой. Очень много разных направлений. Участники научно-практической конференции намерены перенять опыт республики. Врачи и ученых познакомят с инновационными методами диагностики и лечения детей. По итогам определяют стратегию развития травматологии в стране. Бедрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика.